Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда попратства праздника Сретения Господня, и в сегодняшний день Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания Святого Апостола Петра, глава 3, стихи с 1 по 18, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Это уже Второе Послание, пишу к вам, возлюбленные. В них, напоминаем, возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидаясь его, подщитесь, явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. И долго терпения Господа нашего почитайте спасение, как возлюбленный брат наш Павел. По данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем чтение второго послания святого апостола Петра. Это соборное послание. Сегодня мы читаем с вами третью главу, завершающую главу второго послания. И в этой главе апостол Петр говорит о тех вызовах и испытаниях церкви, которые выпали ей, и они весьма непраздные. Действительно, это было серьезным испытанием для первохристианской общины церковной. Вот он пишет уже второе послание и говорит, чтобы они помнили слова, преждереченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Преданную в смысле переданную, и здесь оно, греческое слово, которое означает именно в русском понимании, передачу традиции, как некое предание, как мы говорим. Это не просто нечто, когда-то один раз передано, и все. Нет, это именно традиция. И прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Итак, церковь пытаются разрушить изнутри. Сознательно или бессознательно? Люди, которые смотрят только тактически, только в приближайшем рассмотрении, и не имеют комплексного мышления, соответственно, они смотрят только на то, что происходит именно здесь и сейчас. А здесь и сейчас, во времена апостола, происходило следующее. Христиан гнали, убивали, церковь была гонима, а Господь, которого в первые века, в первый век христианства все ожидали, он не является. И для одних в церкви это стало большим испытанием, и они были смущены этим, а другие насмехались над этим. Тоже, скажем так, смущенные, отпадая от церкви, они насмехаются. Вот о них и пишет апостол Петр. И они говорят, где обетование пришествия его? То есть, если переводить так на более современный русский язык, можно сказать, ну где то, что обещали? Почему он не приходит? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. То есть, с самого начала, как пришла смерть в этот мир, так люди и умирают. Обещанная вечная жизнь, где она? Думающий так не знает, пишет апостол Петр, что в начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Здесь говорится о величии Божьем и о том, что все в руках Божьих. Если первый мир был сотворен водою, и потом, скажем так, произошла перезагрузка человечества, через потоп всемирный, осталось всего несколько человек, которые и населили потом опять землю. Соответственно, как пишет нам Писание, соответственно, первый мир погиб от воды. И наше представление о времени, далее продолжает мысль свою апостол Петр, они, скажем так, весьма условны, весьма субъективны. Действительно, мы не можем объективно воспринимать время. Мы всегда субъективны. Какой-то длинный, скучный урок, скучная лекция длится какую-то вечность, а встреча длиною в несколько часов с близкими друзьями пролетает, как одно мгновение. Хотя отрезок времени, он один и тот же, к примеру. Но человек всегда субъективен в своем воспринимании времени. Поэтому мы не должны навязывать Богу свое воспринимание времени, свое восприятие именно хронологии событий, как должно быть. То есть, ожидая скорейшего приседствия, мы мыслим своим субъективным человеческим мнением. Апостол Петр говорит, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленный, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Соответственно, Господь не медлит. Это по нашим субъективным представлениям Господь не приходит, потому что Он обещал вот сейчас прийти. Но мы навязываем Богу свое понимание времени, свое субъективное видение. Но Бог не медлит. Нет, Бог, как сказал апостол Петр, долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он дает время на покаяние, он дает время на молитву о живых и об усопших в том числе. Придет же день Господень, это ветхозаветная традиция, пришествий к, скажем так, к страшный суд Божий, изменение этого мира, приведение его окончательного к Богу, назывался день Господень. Придет день Господень, внезапно, как тать ночью. И начнется страшный суд. Но, если первый мир погиб водой, то второй мир погибнет огнем. Действительно будет страшный суд, и мир, вот этот мир греховный, он погибнет в огне этого нового преображения. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот о чем пишет апостол Петр. Итак, возлюбленный, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. Вот что главное, вот что важное. Это наша внутренняя готовность, наше внутреннее стремление прийти к Богу в чистоте и правде. Не убежать от наказания, а неоскверненными встретить этот день страшного суда и встретить Господа, который дарует, сотворит новое небо и новую землю, где мы будем жить в мире правде вместе с Богом. Соответственно, вот об этом послание, предупреждение от вот этих насмехающихся и правильный акцент на внутренней духовной жизни, преображение самого себя прежде всего. И, конечно же, молитвенное ожидание дня Господня. Так, дорогие братья и сестры, мы ждем жизнь будущего века, мы ждем пришествия Господня, но мы не знаем, когда оно будет. Господь не медлит, а долго терпит. Поэтому будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч.